Актуальность Качество оказания стоматологической помощи населению напрямую зависит не только от теоретической подготовки, но и от практических навыков начинающих врачей-стоматологов. Как у первоклассников, у студентов стоматологического факультета на первых курсах обучения формируется свой индивидуальный почерк в работе. И для освоения и закопления мануальных навыков все чаще используют современные симуляционные тренажеры. Процесс обучения новому – это не только приобретение знаний, то есть поверхностное обучение, оно также охватывает способность осмысления знаний в надежде на возможность их практического использования. Однако способность к таким действиям означает, что у вас возникло понимание места применения полученных знаний. Новичкам стоит в нерешительности на бороге в мир обучения, не зная, что ему ждать, и иногда то, к чему он должен стремиться. Важно не только понимать, что обучение необходимо, надо не забывать, что оно предусматривает освоение трех доменов – это знания, навыки и установки. Поэтому в идеале любая теория обучения должна учитывать все эти три домена. В области медицинского образования очень часто встречается пирамида Миллера, по которой можно видеть, что нужны как знания, так и практические умения. И поэтому значение пирамида обусловлено тем, что при подготовке студентов медицинских специальностей важно не забывать – ожидаемым результатом обучения должен стать выпускник, который может занять свое место среди медицинских работников. Цель моего доклада – это анализ и сравнение отношений студентов младших, старших курсов к приобретению мануальных навыков работы на симуляционных тренажерах. Материалы. Исследование проводилось на студентах стоматологического факультета, обучающихся на разных курсах РСГМУ. Всего было 97 студентов взаимодействовано, со второго курса – 48 студентов, с пятого – 49. Методы. Был разработан опросник, содержащий 10 вопросов, посвященный разным аспектам работы с симуляторами разной реалистичности. Впоследствии данный опросник был оцифрован и размещен на платформе Google Forms. И в дальнейшем анализ проводился оттуда. По результатам первые и девятые вопросы оценивались, когда нет, и десятые – там шкала от 1 до 5. Результаты. Знаете ли вы, что такое симуляционная подготовка медицина? 93% студентов второго курса знают, и 95% пятого курса тоже знают. Знаете ли вы, что симуляционная медицина способствует повышению качества клинической и практической работы специалиста? 59% второго курса знают, и пятого курса – 89%. Приходилось ли вам сталкиваться с работой на тренажерах и симуляторах? Второй курс – 43% сталкивалось, и пятый курс – 75%. Знаете ли вы, что современные методы лечения в стоматологии основаны на применении сложного оборудования и большого количества материалов? Второй курс – 82% знают, пятый курс – 97%. Знаете ли вы о существовании современных компьютерных программ и вычислительном оборудовании, позволяющем улучшить и отработать ваши будущие навыки? 78% второго курса и 81% пятого курса. Знаете ли вы, что современное симуляционное обучение построено по типу «обучаясь и выполняя»? 60% второго курса знают, и пятый курс – 69%. Считаете ли вы, что симуляционные технологии должны применяться в обучении? 90% второго курса считают, что должны применяться, и также 92% пятого курса. Интересно ли вам проведение практических занятий на симуляционных тренажерах? 88% второго курса было бы интересно, и также 97% пятого курса. Считаете ли вы, что симуляционное обучение существенно повысит практические навыки врача-стоматолога? 88% второго курса так считают, и 97% пятого курса. Насколько, по вашему мнению, для студента и будущего врача важны практические умения? На графике видно, что синий столб – это крайне важно, и не важно, практически никто не отвечал. Вывод. Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод, что роли значения современных технологий и симуляционного обучения в стоматологии очень важны. На полученные результаты влияет не сам факт использования симуляционных технологий, а естественный эволюционный подход в их применении. Так, студенты младших курсов в целях формирования первичных мануальных навыков занимаются на тренажерах низких уровней реалистичности. А студенты старших курсов осваивают современные тренажеры, позволяющие добиться полноценной имитации работы с пациентом. Они вызывают повышенный интерес к обучению студентов в кладших, так и старших курсах. Симуляционные тренажеры также позволяют отработать не только свои мануальные навыки, но и помогают в формировании клинического мышления и преодолении коммуникативного барьера в работе с пациентами. Спасибо, спасибо. Ну, Евгений Сергеевич на разогреве у нас поработал. И сейчас мы начинаем, пожалуй, основную нашу часть. И я приглашаю Евгения Германовича. И, Евгений Германович, учитывая большую важность вашего доклада, не более 15 минут. Прекрасно. Прекрасный выбор. Да, спасибо большое, уважаемые коллеги, что на второй день работы вы нашли возможность посетить нашу секцию. Пока мы сейчас гернусь, включите, пожалуйста, буквально два слова. Понятно, что работаем давно, но не люблю ни конкретные слова, с 2010 года. И вначале мы стали работать с врачами, акушерами, анатологи. Примерно в 2013-2014 год вышли ОСК-1, ОСК-2, то есть интерные ординаторы. И вот тут-то мы, ну, когда врачи приходили, ну, понятно, что учились в разных городах давно. И мы особо не интересовались, почему они так знают или не знают. А когда пришли ординаторы, то есть закончишь ли в этот ВУЗ, и мы с удивлением увидели, что часть навыков вообще пропущена. То есть она вообще не изучается. То есть люди просто представления не имеют, причем базовые какие-то важные навыки. А хуже, когда на один и тот же вопрос, ну, например, да, как обработать операционное поле, акушеры-гинекологи говорили три раза йодом, а хирурги говорили хлоргексидином, терапевты говорили, да просто спиртовый 70% раствор. А когда мы спрашивали, а как вы думаете, как правильно, никто не знал, мы говорили, посмотрите на этикетку того раствора, который стоит у вас на столе, там инструкция по применению написана. То есть и тогда уже мы озаботились тем, что, ну, видимо, есть что-то неправильно в наших программах, да, то есть как-то... И уже четыре года назад мы сформулировали четкую программу, прямо пошаговую программу интеграции всем обучения. Я сейчас говорю только о практических навыках, да, я не говорю про теорию вообще, а достаточно такой, как нам кажется, стройной системой. И сегодня вот, ну, удалось нам наконец-то это реализовать. Ну и хорошо. Значит, принципиально основные способы построения учебных программ линейный. Тот базовый, массовый, который практически везде применяется, к сожалению, и до сих пор, когда отдельные части учебного материала образуют непрерывную последовательность в цепочку, да, то есть одно из училий, и больше мы к этому не возвращаемся вообще. В чем плюс, что удобно. Экономия времени, нет дублирования материала, трудно усваивать какие-то сложные явления, да, ну, то есть шок, да, ну, как вот на одном занятии или на одном курсе модульный. Когда каждая тема, все прекрасно, вы знаете, я просто сейчас показываю то место и то новое, что мы постарались внести, когда все разбито по модулям, прекрасно, и все семь центов работают, насколько я знаю, по модульному принципу, и идеология здесь в том, что каждый модуль начинается, то есть какой-то законченный элемент, то есть вот какой-то кубик в этой, какой-то в пазле, да, очень хорошо. Что плюс? Возможность формировать учебную программу по индивидуальному плану. Что плохо? Нет повторения. А мы все с вами прекрасно знаем низкую выживаемость знаний, ну и, соответственно, низкую выживаемость навыков. В разных исследованиях это от полугода максимум до года, и понятно, что модуль прекрасный, но, видимо, модуль нужно повторять. Наконец-то есть вот те самые концентрические и спиральные, когда учебный материал идет по спирали неоднократно возвращаясь, и отличие концентрического о том, что несколько раз повторяется одно и то же на разных курсах, а спиральные, когда на каждом обороте накапливается, добавляется что-то новое, то есть утяжеляется материал, ну и смешанные, когда сочетаются разные способы. Концентрические и спиральные плюсы это то, что много раз мы повторяем одно и то же, и, соответственно, выживаемость навыков и его прочность закрепления лучше. Минус в том, что снижение уровня активности обучающихся, особенно при концентрическом пути, да, когда они приходят, говорят, ой, да мы это проходили в прошлом году. Им кажется, что они знают, мало того, им кажется, что они умеют. Поэтому спиральные, конечно, лучше, чем концентрические, но требуется больше времени, то есть это отдельный план. Татьяна Владимировна Семенова неоднократно, буквально две недели назад, она говорила... Сергей Александрович, три минуты останется мне в моей книге? Да, вот. Вот, говорила буквально на Росмедобре о том, что сейчас свобода университетам, свобода, разрабатывайте какие угодно учебные планы, да, и то, что мы это делаем или не делаем, это полностью, ну, как бы наше хотение. Ну, и очень кратко, да, какие навыки мы хотим сформировать и обучать, то есть что мы хотим получить на выходе, то есть мы должны знать, когда они только поступили к нам в университет, в институт или в медакадемию, да, потому что, опять же, ссылаясь на Татьяну Владимировну, ну, понятно, регулятор, замминистра, да, она четко, жестко призвала отсечь все лишнее, потому что когда выпускник медицинского института или университета знает, как пересадить там или этапы резекции печени или пересадки, это прекрасно, но лучше бы он умел определять артериальное давление. Мы как-то проводили пилот, да, достаточно большой процент людей не умеют правильно определять давление, да, правильно посадить, позиционировать, я вижу, коллеги согласно кивают, потому что это реально, это правда. Что сделать, да, провести анализ образовательных программ, вообще посмотреть, что в эти программы заложено, да, составить перечень практических навыков, ну, и потом договориться с кафедрами, что давайте не будем реанимации изучать на четырех разных кафедрах, да, потому что вы все говорите по-разному, кто-то читает гайдлайнсы современные, вот сейчас 20-го года должны вот-вот утвердить, да, а кто-то читает там компрессии 15 к 2 или к 3, там. Ну, вот что мы и сделали, то есть я почему и называется тема сообщения, реализация, да, то есть мы это сделали. Понятно, что здесь нужен достаточно мощный административный ресурс, то есть деканы факультетов, ну, а конкретно директор института дал распоряжение всем кафедрам прислать в симуляционный центр, ну, как бы и собраться нам и обсудить, а вообще какие навыки вы даете. И мы очень были удивлены, потому что мы увидели огромное количество разных нюансов или прямых этих, ну, допустим, на первом курсе дают особенности диагностики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы или мочеполовой системы. Они не знают, что такое сердечно-сосудистая система, они только пришли, да, и так далее. Где-то мы увидели, что, еще раз я уже говорил, что некоторые навыки отрабатываются на разных кафедрах в разные периоды, они даже не знают, что какая-то кафедра уже это прошла, и студенты приходят, говорят, ну, мы только что проходили в всем центре. То есть теряется эффективность. По перечню навыков ничего нового, и не моя, да, я вчера уже с удовольствием говорил, как я говорил, отцы основателей и матери основательницы симуляционного обучения, 12-13 год, это рабочая группа по разработке, большинство из них вот либо в этом зале, либо присутствуют на конгрессе, да, не буду повторять, и тогда уже было предложено разделить, и кого чему учить. Первая помощь населения, ок, ну, понятно. Специалитет, первая помощь, общемедицинские, общеврачебные навыки. Все, и на этом закончим. Не нужно их тащить в ветлап, у нас просто вчера была секция, где горячую дискуссию это вызвало, не нужно, они пойдут участковыми терапевтами, педиатрами. А вот специальные врачебные навыки, окей, ординатура ДПО, то же самое и по сестринским, да, СПО условно, СПО-1, да, и специализированные операционные сестры, сестры анестезистские и так далее. Что нужно, следующий шаг, который нужно сделать, а что нужно изучать в СИМ-центре, ну, вообще-то, вот из того, делим на три группы. Первая группа то, что можно изучать на семинарах или в клинике, то есть не опасные процедуры. Не нужно в СИМ-центре учить измерять артериальное давление. Ну, зачем покупать эти руки, да, друг на друге, не больно, не страшно. Или подсчет частоты дыхания, или пульса, да. Что нужно изучать в СИМ-центре, а что можно изучать, ну, мы говорим сейчас о навыках, да, только в условиях экстренной операционной, экспериментальной операционной. Ну, вот простой пример. Я набрал из разных разделов, из общеврачебных, из специальных навыков, когда, ну, смотрите, аускультация сердца, легких принцип работы кардиографа, ну, и так далее, там написано, можно в клинике, ну, прекрасно. Но то же самое можно и нужно делать и в СИМ-центре, аускультация сердца, легких, методика записи ЭКГ. Не нужно в СИМ-центре рассказывать устройство ЭКГ и анализ ЭКГ. Вы это можете сделать на кафедре, глядя на ленты, на записанные, да. Таким образом, что получается? Аускультация сердца легких и там, и там. То есть можно в любом порядке переходить из клиники в СИМ-центр и назад. Принцип работы электрокардиографа, зачем это в СИМ-центре? А вот методика записи, да. Но я трудно себе представляю пациента, который согласится, чтобы группа там 10, 20, 30, 4 группы подряд, его мажут гелем, да, и на него лепят электроды. А глюкометрия, но только на кафедре, к сожалению, нет. Сейчас появился робот, который позволяет измерять уровень глюкозы, но его еще в продаже нет. Ну а есть навыки, которые только СИМ-центр и ВИТЛАП. Но это касается уже больше все-таки, конечно, ординатуры, да, то есть ординатуры ДПО. Таким образом, возникает абсолютно четкое, понятное, логичное, что нужно давать СИМ-центре. Экстренно неотложная медпомощь. Работая достаточно долго, зав отделение, а потом главным специалистом, анестезиологом, реаниматологом, я не могу себе представить ситуацию, когда во время ночного дежурства тяжелому пациенту в критическом состоянии, я говорю, ординатор, пробуй, ну если уж очень просит, ну попробуй один раз. И потом отойди я сам. Потому что я отвечаю за пациента, да, в итоге какой образовательный опыт получает этот студент или ординатор? Ну ординатор в данном случае, да? Да никакой, он боится. В следующий раз будет вызывать заведующего, и скажет, ой, да вообще это вот, я не буду катаризировать эти вены центральные пропадиану пропадом, я попробовал, у меня не получилось. Инвазивные или болезненные процедуры? Ну да, здесь как бы не требуется комментариев, ну понятно, есть сим-центр, есть животные, да, зачем это делать на людях? Стыдные процедуры? Ну в первую очередь, молочные железы, прямая кишка. То же самое не могу представить, все пациенты, которые радостно, да, вот его 20 групп человек будут исследовать прямую кишку на предмет наличия опухоли, но это и социально важный аспект, потому что Россия, к сожалению, в антилидерах по числу заболеваемости, смертности от раков наружной локализации. Рак молочной железы, рак прямой кишки, раки наружной локализации, ну и так далее. А вот есть признаки с большим разнообразием, как раз имеет отношение к аскультации сердца. Но трудно себе представить, что у вас в клинике, огромная клиника, есть все виды пациентов со всеми видами пороков, и вы дали возможность послушать все до шумов. Опять же, как правило, это пациент из тяжелой формы сердечной недостаточности, он стоять не может. Конечно, сем-центр, клиника сем-центр. Ну, редкие заболевания, кто знал, что придет ковид, да? А кто нас сейчас, особенно в условиях этого, как сейчас говорят наши коллеги, интересного времени, не появится бомба с чумой, с холерой, с брюшным тифом, с сибирской язвой. Да, кто видел это? Кто видел ботулизм? Ну, это не значит, что этого не встретится. Ну, и навыки работы в команде и коммуникация, это как бы понятно. Ну, вот так вот это вот каля-маля, то, что прислали кафедру, мы с ними посидели, и видите, мы раскидывали моей рукой, да что на четвертом курсе, что на пятом, что на третьем, что на первом, то есть мы разбросали это. Продолжительность занятия, понятно, да? Нужно их разработать, разместить на сайте. Я просто пролистаю, у нас модульный принцип, все равно на сайте размещено. Не хочет у меня перелистываться. Помогите, коллеги. Коллеги? О, отлично. Ну, поверите, как говорит мой друг, главный анестезиолог Советской Армии, где-то никому не верьте, мне поверьте. Да, мне поверьте, у нас все модули разработаны, все на сайте, в каждом модуле 4 файла минимум. Какова должна быть продолжительность каждого 7 занятия? Надо рассчитать. Это только опытным путем. Да, но мы четко знаем, что для первой помощи нам нужно 36 часов, нам хватает, чтобы эти 8 разных дать, но при этом здесь нужно учитывать вот что, сколько в группе человек, сколько у нас фантомов или манекенов, и базовый уровень навыков. Да, это же понятно. У нас четкая установка, мы стараемся исследовать, если простой навык по одному манекену на каждого, если более сложный навык, допустим, плевральная пункция, один на двоих, если это еще более сложный, заболевание, острый коронарный синдром, один робот на группу. И, собственно, этого хватает. На каком курсе? Говорили сегодня много раз, не только сегодня, мы с вами говорили, программы матрицы компетентности, расписание занятий. Ну вот программы, которые утверждены, у нас идут они все курсы, начиная с первого по шестой на каждом курсе, и это с презентации останется, не буду зачитывать, что мы даем на первом, на втором, на третьем, на четвертом и так далее, в ординатуре, но обратите внимание, что несмотря на то, что мы говорим спиральный план, но внутри спирального плана у нас модули, то есть у нас и модульный принцип построения, а внутри каждой темы, допустим, инъекции инфузии, от простого к сложному, а от внутривенной пункции до программирования перфузора, то есть элементы линейного плана. Таким образом, у нас получается такой смешанный вариант, но вот спираль однозначно, но вот эта вот спираль, которая не расширяется, на каждом курсе обработка рук. Мы это не выносим как отдельную тему, но если какое-то что-то идет, не знаю, на первом курсе просто тема обработка рук, а на втором курсе, предположим, внутривенная инъекция, мы говорим, ну, обработка рук, да, или операционного поля, то есть они все равно вынуждены это повторять, и так мы возвращаемся, и вот это им, как бы, ну, для них становится рутина. Конечно, вот та спираль, о которой мы говорим, она более интересная, и, ну, как пример, сердечно-легочная реанимация. Еще раз повторяю, на всех курсах мы это даем. Первый курс БЛС у взрослых, просто базовая реанимация, без всего, без АНД, а на втором уже с автоматическим наружным дефибриллятором, а на третьем в стационаре, потому что там есть нюанс, одно дело на пляже, другое дело в стационаре, базовая реанимация, а четвертый в особых условиях. Тоже базовая реанимация, да, но при ковиде, при утоплении, при сердечном заболевании. Пятый курс расширенная, и в том числе и неонатальная поддержка в роддзале мы им даем, потому что они уже клинику знают. Шестой курс расширенная в особых состояниях, то есть при электролитных расстройствах, при гипогипертермии, при травме и так далее, и так далее. Ну и в ординатуре уже особенности расширенной реанимации, ну и базовая, соответственно, тоже в зависимости от специальности. Реанимация в акушерстве, реанимация после кардиохирургических операций и так далее, и так далее. Ну и на ДПУ у нас все идут, а к тому же какие-то избранные вопросы. Таким образом, по спирали, много раз они повторяют одно и то же, фактически, но каждый раз, накладывая, наслаивая что-то новое, в итоге, ну, нет проблем ни с выживаемостью навыка, ни с хорошим глубоким освоением. Очень много говорим о коммуникативных навыках, да, мы попытались, вернее, как попытались, мы это делаем, ну, пробуем мы это, да нет, но мы это делаем. Первый курс, что мы хотим на первом курсе, да, они еще ничего не знают, какие, какая коммуникация нужна, но все мои преподаватели, которые ведут занятия по базовой реанимации, они говорят, не могут выбрать себе помощника, как выделить из толпы, как посмотреть на него в глаза, как правильно его мобилизовать, ну, вот мы это и учим, замечательно. На втором курсе консультирование, они начинают делать, учиться ставить клизмы, катетеры внутривенные, мы даем им просто нашего сотрудника, говорим, объясни сотруднику, что такое внутривенная инъекция, зачем она нужна, да, какие могут быть осложнения, и так далее, и так далее, но при этом проявляя эмпатию, смотри в глаза, держи за ручку, то есть как бы чисто вот такие психологические моменты, тем не менее, мы все-таки ставим, или не упускаем, мы медицинские компании, третий курс, начинается диагностика у них, пожалуйста, объясни то же самое, но в плане, зачем и как готовиться к электрокардиографии, или колоноскопии. Четвертый курс, начинается клиника сборжала по анамнезам, пятый курс, CRM, мобилизация ресурсов в кризисной ситуации, потому что здесь они уже работают с роботами, они уже погружаются в какую-то клиническую ситуацию, и, соответственно, здесь же тоже коммуникация, сбор, структурированный сбор и передача информации, а кто их этому научит, как правильно вызвать специалисток, что нужно ему сказать, ну, те же самые стандартные системы сбор, которые преподаются, шестой курс команды образования, уже чистый тимбилдинг, где те вопросы уже лидерства, опять же, видите, наслаивается, то есть они здесь и вызывают, и консультируют, и что-то говорят, но на шестом курсе на ДПО разные штуки, к которым мы пока только подступаемся, то есть мы учимся, мы еще это не даем, но мы готовимся, видите, курсивом нарисовано, вот всякие плохие новости, трудный пациент, поддержка в этих, причем здесь можно давать, видите, я прошелся по каким-то по навыкам, но то же самое касается и компетенции, то есть компетенции тоже можно и нужно, я еще раз говорю, я говорю про практические навыки, тоже по уровням, и по спирали, первый курс, что они знают, с точки зрения сепсиса, ничего, даем навыки ухода за лежачим пациентам, смена белья, уход за кожей и так далее, на втором курсе они к нам приходят в СИМ-центр опять, уже гигиенические процедуры, смена, обработка пролежней и так далее, и так далее, третий курс ПХО, перевязка гнойных ран, четвертый, флегмоны, пятый, профилактика лечения сепсиса, шестой курс, диагностика лечения тяжелого сепсиса и септического шока, ординатура, особенности опять же в хирургии, в акушерстве и так далее, и так далее, и на ДПО избранные вопросы, инотропная поддержка при септическом шоке, антибиотикотерапия и так далее, то есть по большому счету любой навык или любая компетенция при нашем с вами желании может быть выстроена в виде спирального учебного плана, который по нашему мнению является наиболее хорошим, наиболее правильным, наиболее глубоко погружающим и действительно позволяющим освоить эти практические навыки. То есть смешанный способ построения, то, о чем я говорил, он в себе сочетает вот эту спираль, внутри спирали это модули, а внутри каждой темы модули расположены по линейке. А вот тот идеал, который бы нам хотелось, к которому мы еще не подошли, но стремимся, вот это очень тяжелое, то, что говорили на предыдущей секции, что трудно работать с кафедрами, особенно с кафедрами теоретическими, в идеале это должно быть две спирали, спираль знаний, то есть теоретическая спираль, вокруг которой закручивается спираль навыков, и чтобы они между собой постоянно такими перемычками, как двойная ДНК, постоянно между собой соединялись. Ну вот, собственно, и все. Спасибо. Спасибо. Не все положения бесспорны. Согласен. На этом чате существует. Согласен. Я могу с вами пообщаться, где-то даже и поспорить. Спасибо. Спасибо большое. Присаживайтесь. А я жду здесь Смирнову Марии Петровну с выступлением опыт использования тренажера К плюс с интеграцией кейс-заданий при обучении студентов факультетской терапии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь уложиться. Хотя, конечно, мне сложно выступать после такого эмоционально насыщенного доклада Евгения Германовича. Я как раз представлю взгляд кафедры. Итак, поскольку основной продукт почти всех медицинских вузов это врач-участковый терапевт, то всем понятно, что современная качественная подготовка врача в лечебниках должна включать в себя в том числе и высокий уровень владения клиническими методами обследования и обязательно качественной их интерпретацией. Поэтому тренировка данных навыков элоскультации при разнообразных заболеваниях дыхательной и сердечно-сосудистой системы является очень важным моментом в подготовке специалиста первичного звена, то есть врача-участкового терапевта. Ну и как уже неоднократно говорили, существуют объективные трудности при отработке студентами данных практических навыков на базе клиники. Как уже только что было сказано в предыдущем докладе, это невозможность реального иллюстрирования всех многообразных клинических ситуаций. То есть имеется полное отделение больных, а слушать некого. второй момент это законодательное ограничение в общении учащихся с пациентом. Далеко не все пациенты готовы выдержать целую группу пациентов вследствие своих особенностей характера, тяжелого состояния или каких-то иных причин. Ну а вот такой стетоскоп, как представлен на экране, к сожалению, у нас в настоящее время уже не используется. Ну и, конечно, существующая ситуация с COVID-19 наложила свой отпечаток на подготовку студентов, практически лишила клинические кафедры возможности работы с пациентами. Что мы имеем сейчас? То есть к нам приходят студенты четвертого курса, которые уже с самого начала своего обучения больных не видели. То есть знакомиться с навыками и объективных методах обследования могли только друг на друге. И поскольку больных они не видели, то встречи с больных для них такая ситуация, как встреча например с ламантином. В связи со всеми вышеизложенными трудностями для отработки реальных клинических ситуаций в процессе обучения студентов по дисциплине факультетской терапии, ну и другим терапевтическим дисциплинам было бы целесообразно использование кейсов на базе традиционных задач в сочетании с возможностями аускультативного тренажера. В ходе решения данных кейса студенты систематизируют полученные знания, совершенствуют свои практические навыки, приобретают экспертные умения и формируют свое клиническое мышление, что существенно способствует их профессиональному саморазвитию. обучение студентов осуществляется на базе многопрофильного аккредитационно-симуляционного центра Ярославского государственного медуниверситета. Для проведения занятий со студентами четвертого курса мы используем учебную систему для отработки навыков аускультации сердца и легких КАХ-Плюс и разрабатываем кейс-задания по различным темам занятий с учетом нашей рабочей программы. И как всегда во всех симуляционных занятиях мы используем мониторинг качества практических навыков и эффективности проводимых студентами действий с использованием метода дебрифинга. Напомню немножко про тренажер КАХ-Плюс очень хороший аускультативный тренажер все звуки записаны с реальных пациентов они воспроизводятся с высоким очень качеством с помощью современной аускультативной системы то есть в общем-то они сопоставимы по качеству с реальной аускультацией все точки аускультации соответствуют реальному расположение особенно это касается сердечных клапанов в отношении легких может быть возможности чуть уже но все же достаточны для обучения тренажер имеет большую библиотеку это 12 примеров нормальных звуков сердца 36 звуков легких включающих нормы патологии но и сердечной патологии тоже много тренажер задуман для того чтобы студенты учились различать различные варианты дыхательных и сердечных шумов и также их описывать вообще кейс задачи это современная технология именно профессионально ориентированного обучения и использование кейс заданий предполагает научение и именно вовлечение студентов непосредственно в дискуссию анализ ситуации и использование их имеющихся теоретических знаний в том числе и полученных при обучении на младших курсах к текущей реальной ситуации и возможности принятия ими адекватных решений поэтому студенты не только свои знания имеющиеся уже могут как-то совершенствовать и использовать их а также получают непосредственно практические навыки таким образом мы тренируем теорию в свете реальных событий вообще считается что кейс стади придумали в гарвардском университете хотя на самом деле изначально идея была предложена еще сократом который считал что знания которые получены человеком в готовом виде имеет для него меньшую ценность и поэтому имеет меньший срок годности чем продукт собственного мышления и соответственно свою задачу для своих учеников он видел в том чтобы помочь самим произвести какие-то знания которые более ценные и они уже содержатся в голове учеников как ребенок чьей матери вообще чем детальнее кейс тем интереснее он для студентов то есть в идеальном мире он конечно должен быть маленьким литературным произведением которое помогает студентам детально погрузиться в атмосферу происходящего наши кейсы представляют собой учебные конкретные ситуации они соответствуют теме занятий это пневмония бронхиальна смахобл в общем все ограничено возможностями библиотеки тренажера КПЛЮС и они могут иметь несколько вариантов оскульпативных данных в зависимости от этого могут иметь несколько вариантов решений соответственно на занятиях студенты получают вводную часть кейса в виде текстового материала вот это фрагмент истории болезни в нем представлены жалоб кратко анамнез дальше студенты должны непосредственно провести исследование дыхательной и сердечно-сосудистой системы на тренажере описать обычно у нас работают студенты группами то есть сначала каждый индивидуально проводит оскультацию тренажера дальше они как консилиум дают какое-то согласованное решение далее уже они формируют предварительный диагноз проводят дифференциальную диагностику и назначают лечение в зависимости от выбранного решения уже возможны различные исходы течения заболевания то есть может быть выздоровление или ухудшение что потребует от студентов повторно провести оценку оскульпативных данных и соответственно скорректировать свои действия и возможно лечение после окончания работы группы мы проводим дебрифинг оцениваем качество проведенной оскультации и эффективность их действий и при необходимости используем совместную оскультацию для каких-то конкретных случаев таким образом в ходе работы когда мы одновременно используем и имеющиеся кейс задачи и тренажеры мы создаем для студентов условия которые приближают их все же к реальной клинической практике поэтому они имеют возможность и совершенствовать свои практические навыки и учатся принимать эффективные решения мы можем сказать что использование ускультативного тренажера КПЛЮС повышает интерес студентов в изучении предмета способствует активности их в отношении усвоения знаний и особенно навыков и конечно развивает их клиническое мышление и потому при проведении занятий в таком формате результатом обучения является не только более качественно усвоенные знания но и также навыки профессиональной деятельности конечно мы используем оценку обратной связи студенты отмечают что в такой форме подачи материал для них более доступен даже более легок для восприятия важной стороной для них является непосредственно его практическая ориентированность но и высокая информативность особенно это касается редких каких-то сценариев таким образом использование скультативного тренажера КАПЛЮС с интеграцией кейс-заданий на занятиях посвященных заболеваниям дыхательной и сердечно-сосудистой системы способствует совершенствованию не только теоретических знаний но и практических навыков студентов данной области и мы предлагаем принять в качестве нашего опыта использование симуляционных технологий в обучении студентов терапии потому что это повышает уровень практической подготовки обучающихся что улучшает их качество дальнейшей работы и хочется закончить цитатой которая на мой взгляд иллюстрирует метод Тел Шоу Ду который в общем-то здесь предложен в объяснении какого-то китайского философа расскажи я забуду покажи я запомню дай попробовать и я пойму благодарю вас за внимание спасибо с тренажером хорошо без тренажера плохо глубокая мысль ладно ну что ж дальше мы идем дальше компакт кейсы как инструмент повышения пациента ориентированности врача Елена Николаевна Васильева доцент кафедры организационной психологии высшая школа экономики включите пожалуйста добрый день уважаемые коллеги уже вот предыдущий оратор затронул тему кейсов я просто хочу немножко в этом русле продолжить в данном случае буду говорить не о клинических кейсах а о кейсах которые формируют пациента ориентированность включите пожалуйста презентацию и хочу указать что мы с коллегами достаточно давно работаем с этой проблемой но прежде всего с проблемой бизнеса если вы понимаете что бизнес всегда делает заявку на клиенто ориентированность вот но мы работаем очень много с представителями медицинских центров и руководители этих центров говорят о том что пожалуйста сформируйте у наших врачей пациента ориентированность то есть есть заявка на повышение уровня пациента ориентированности соответственно актуальность всем понятна я только скажу о том что когда говорят о пациента ориентированности то такое масштабное понятие которое включает в свою структуру многих всяких положений ну и одно из них безусловно это коммуникация врача и пациента и соответственно ну опять же это не новость что пациент оценивает в данном случае не только конкретного врача он оценивает например клинику учреждение в целом и вообще всю систему здравоохранения в данном случае в разрезе коммуникации пациента и врача это пациента ориентированности это определенная модель взаимодействия которая основана на уважении умении предугадать сгладить конфликты понимание запросов и внимание к эмоциональному состоянию больного существует множество на самом деле факторов которые препятствуют внедрению пациента ориентированного подхода но здесь вот они некоторые перечислены я просто за неимением времени не буду на них останавливаться кроме того есть методы повышения пациента ориентированности тоже они получили положительную оценку то есть они результативные обратите внимание вот есть такие методы как своевременное обучение ну в данном случае например коммуникативным навыкам повышение квалификации психологическая помощь в случае профессионального эмоционального выгорания ну и организация определенных целевых мероприятий то есть тренингов и коучинговых сессий я вот с коллегами разговаривали и получила информацию которую все время подтверждаю на практике когда мы работаем с врачами то они прежде всего говорят что нам не до этого не до вашей коммуникации нам надо лечить ну не все естественно это понятно когда работают администраторы в русле пациента ориентированности мы говорим что давайте уже как-то на них сориентируемся они говорят ну а зачем это как бы нам ничего не даст тем более что если частные клиники скажут это клиника хозяева владельца получат деньги а мы за это ничего не получаем и вы знаете вот мы нашли прием который называется работа на себя и я их пытаюсь перевернуть в том смысле что если вы будете эффективно взаимодействовать с больными с пациентами с посетителями клиники то это спасет ваше собственное здоровье потому что у вас не будет национального выгорания вы не будете раздражаться вы не будете тратить время на решение вот этих каких-то трудностей конфликтов вы просто сохраните собственное здоровье и опять скажу практика что это работает и в этом случае люди готовы получить какие-то определенные образования но вот здесь я просто указала какие могут быть современные методы обучения ну и в частности кейс-метод как один из вот этих вот современных методов тоже пропускаю слайд он будет в презентации потому что благодаря коллеге уже мы про это говорили скажу только что из себя представляет компакт-кейс на именно пациента ориентированность то есть там именно профессиональная реальная ситуация взаимодействия врача и пациента это может быть регулярное посещение первый визит это может быть разговор по телефону просто встреча какая-то врача с больным в клинике то есть совершенно разные реальные ситуации еще раз скажу это не клинические задачи а именно взаимодействие то же самое чем отличаются от таких вот ну традиционных кейсов что это короткие кейсы они вот до пяти страниц чаще всего две-три да с определенным описанием ну и четыре обязательно компонента в этих учебных кейсах то есть проблема которую надо решить решение которое выбирается участниками ситуация в которой есть герой группа людей и так далее их взаимоотношения и контекст который описывает условия возникновения и развития этой ситуации далее вот буквально два слова о признаках хорошего учебного кейса то есть это проблемность то есть есть определенная сложная ситуация это ситуация в организации или ситуация связана с реальным героем с реальными людьми ее надо решить имплицитность это скрытность очень важно чтобы вот эта проблема она не была явной показана ее надо вытащить ее надо увидеть и тогда им нужно решать незавершенность когда мы говорим о том что нету непонятно чем закончится как может закончиться есть разные пути решения и соответственно можно их выбрать персонализация это когда в кейсе указана там не просто какая-то организация какие-то люди есть да персональные реалии есть герои которые названы и они идентифицированы достаточность информации вот это интересно что кейсы должны быть перенасыщены информацией это требования для чего для того чтобы учащиеся студенты ординаторы практикующие врачи умели выбрать из большой информации большого объема информации именно то что нужно нейтральность это отсутствие каких-либо оценок не указывается хорошо общается врач правильно общается например что делает пациент он ведет себя правильно или неправильно просто есть нейтральное описание ну и типичность тогда когда мы говорим что берутся ситуации которые действительно могут встречаться и их тогда можно проанализировать и быть подготовленными иметь возможность их решить в реальной жизни ну и просто некоторые названия вот этих компакт-кейсов на пациента ориентированности в структуре все собственно прояснено то есть есть история пациента история врача своя личная там какая-то процесс взаимодействия и ситуация которая произошла после ну мы надеемся что у нас будет определенный пол вот этих кейсов и мы их предоставим да через может быть синтамет или росомет и вы будете иметь возможность просто их взять и может быть те которые понравятся в работу ну и просто некоторые вопросы которые одни из вопросов даются после каждого кейса ну вот в данном случае мы говорим что Тамара Владимировна например это врач если Николай это пациент и обращаю ваше внимание что третий вопрос вот направлен не просто то есть можно было подумать что второй и третий они дублируются то есть там врач давайте изменим его поведение а я тоже врач как я себя поведу на самом деле что показала опять-таки опыт и практика что чаще всего врачи медики там еще обучающиеся ординаторы они пытаются изменить ситуацию или пациента они говорят вот он плохой давайте мы его поменяем и я тогда с ним прекрасно буду взаимодействовать и говорят а я вот в этой ситуации только давайте мы ее вот так вот я вот лично поговорю а не по телефону а я вот не набегу с ними а там где-то в кабинете нет а давайте вот та ситуация которая есть но ваше решение и это вот им помогает задуматься именно как они бы себя повели вот в данной ситуации ну и хочу сказать что программа вот наших кейсов по пациента ориентированности была пробирана в медицинских центрах ну больших наших вот нижегородских компаниях это Газпромнефть это Росатом это РЖД медицина ну еще ряд компаний и на самом деле показали свою эффективность то есть тогда когда мы говорим каким образом как можно изменить свое поведение чтобы оно было именно ориентировано на пациента как можно повысить свою коммуникативную компетентность и это даст как раз возможность сохранить свой профессионализм сохранить свое здоровье свое хорошее психоэмоциональное состояние быть стрессоустойчивым и быть эффективным деятельностью благодарю за внимание я думаю что я положила спасибо спасибо еще раз подтверждает что клиницисты и психологи иногда с разных сторон смотрят на больного ну что ж завершает нашу секцию доклад тема которого может стать вполне лозунгом нашего вообще съезда симуляционная медицина актуальный элемент в медицинском образовании ну еще раз докажите постараюсь уважаемые коллеги добрый день еще раз рады всех видеть и приветствовать здесь и надеюсь что мой доклад с таким интригующим названием включите пожалуйста симуляционная медицина актуальный аспект медицинского здравоохранения мы с вами уже на протяжении двух дней говорим о том что 10 лет назад в целях повышения качества профессиональной подготовки врачей с высшим и средним медицинским образованием министерство здравоохранения инициировало создание центров практической подготовки центров симуляционного обучения в дальнейшем центров аккредитации специалистов и конечно же в продолжении всех этих задач поставленных были введены нормативные акты законодательные которые регламентируют что такое положение об аккредитации специалистов его сроки этапы проведения технические характеристики данной процедуры соответственно и регламентирован документ который выдается по ее результатам и конечно же все наши выпускники чтобы приступить к своей профессиональной деятельности должны пройти данную процедуру то бишь выпускник если хочет стать участковым терапевтом он проходит первичную аккредитацию если выпускник хочет работать по узкой специальности он поступает в ординатуру проходит обучение в ординаторе сдает первичную специализированную аккредитацию и приступает к профессиональной деятельности конечно мы с вами можем наставить больше стрелочек и сделать первичную аккредитацию как у нас сейчас есть перешли в ординатуру поступили проучились в ординаторе и выпускник может дать и ту и ту процедуру аккредитации то есть процедура неизбежна но к сожалению на примере первичной аккредитации мы с вами видим такую картину наш любимый с вами сайт для тех, кто работает в аккредитации. У нас есть с вами профессиональный стандарт, где четко прописано, что должен знать, уметь и чем владеть наш выпускник. Мы знаем, какими тестами, какие он тесты должен решать, какими навыками обладать и, соответственно, какие интерактивные кейсы прорешивать. То есть мы никуда не уйдем с вами ни вправо, ни влево, и нас сужает вот этот профстандарт. Так возможно ли пройти процедуру аккредитации успешно без подготовки к ней? Вопрос, конечно, риторический, и ответ на него априори известен. У ребят есть возможность прорешать тесты, у ребят есть возможность прорешать задачи, но у ребят не у всех есть возможность подготовиться к второму этапу, к успешному прохождению второго этапа аккредитации. Так какие же здесь варианты развития могут быть? Мы думали, придумывали различные варианты, как эволюционировала наша симуляционная мысль. Мы пробовали, как уже вчера коллеги докладывали, опыт проведения факультативов, дисциплин, каких-то мастер-классов, тренингов. Но если мы с вами вернемся в наши симуляционные центры, где, я думаю, основная масса людей работает, где же наше оборудование находится? Оно стационарно, как правило. У нас, например, центр находится на территории медицинского городка, где сконцентрирована большая его часть. Конечно же, есть оборудование, которое находится на кафедрах, где отрабатываются отдельные какие-то навыки. Но основная часть, где проходит обучение и проходит процедура аккредитации, сконцентрирована в одном месте, на базе аккредитационно-симуляционного центра. И если мы хотим, как бы, в идеале, чтобы к нам приезжали преподаватели с кафедр и занимались, то это проблематично. Мы знаем, что у нас кафедра находится на территориальной, это, ну так, час езды примерно, по городу клинические базы далеко, и не всегда есть возможность у преподавателей приехать и провести хорошее занятие. Есть пациенты, есть больные, и, соответственно, этот вопрос усложняется. Опять же, да, навыки постоянно актуализируются, их огромное количество. Постоянно, если мы с вами следим за сайтом ФМЦ, они обновляются. Обновляются, и, как уже было сказано, что иногда за 2-4 дня, за недели, они обновляются настолько, что мы открываем, а там уже кардинальные изменения. То есть нужно быстро успевать все это отслеживать, и, конечно, тренинги все должны проходить в небольших группах, чтобы они были эффективны. Ну и, конечно же, специфика оборудования – это огромный блок и огромный вопрос, так как оборудование, мы знаем, хорошее оборудование, оно достаточно дорогое, и мне, как руководитель центра, всегда очень жалко оборудование. Жалко в хорошем смысле, не за что бы на нем занимались, а жалко в том плане, что если преподаватель приходит и формально относится к процессу обучения, на выходе-то нет обучения, по сути, и хочется, чтобы это с душой было. И после всех вот этих вот мыслей, факультативов, мы все-таки пришли к решению создать на базе центра дисциплину. И у нас с 2018 года уже функционирует дисциплина, которая называется симуляционная медицина. Чуть ранее мы ее называли основой симуляционного обучения. Именно дисциплина, как нам уже было сказано ранее, мы имеем право вводить такие дисциплины, и мы ее ввели. То есть у нас такая дисциплина есть у всех курсов выпускных. У 5-го, 6-го курса, соответственно, лечебный факультет, стоматологический, медико-профилактический, фарм, медпроф. И если на вот этих вот маленьких факультетах, как я их называю, мы обучаем только сердечно-легочной реанимации, в разных ее модификациях, то в рамках симуляционной медицины у лечебного факультета мы готовим ко всем навыкам второго этапа аккредитации. То есть дисциплина у нас идет и в осеннем, и в весеннем семестре. Это 72 часа, если интересно, это 8 дней осенью, 8 дней весной. Две зачетные единицы, и ребята готовятся 2 дня внутривенной инъекции, 2 дня диспансеризации, физикальный осмотр. Сдают зачет, они у нас, это как репетиции, аккредитации. То есть мы переходим в помещение, где проходит аккредитация, где есть жесткий тайминг по времени. И, соответственно, не все станции только проходят, а выборочно, кому какая станция достанется. То есть сдал свою станцию, молодец, получаешь зачет, проходим дальше. И, конечно же, хочется озвучить вот такие вот результаты. Первичная аккредитация, первично специализированная в нашем ВУЗе. Ну, немножко так я взяла пока за 2021 год, но на 2022 расскажу на словах. На наших площадях за 2021 год прошли аккредитацию 1941 человек. Такая цифра интересная, да? Напоминает что-то. За 9 месяцев 2022 года у нас прошло чуть более полутора тысяч выпускников прошли успешную аккредитацию. Это и первичная аккредитация, и первично специализированная. Далее у меня немножко такой кусочек из презентации Жанны Михайловны Сизовой. На неделе медицинского образования она выступала. Где мы видим количество аккредитуемых, которые успешно сдали, которые неуспешно сдали процедуру. И такой наш кусочек маленький я вставила в итоге первичной аккредитации Рязгуму в 2021 году. Это именно первичная аккредитация. То есть было подано 937 заявлений, и мы видим процент прошедших и не прошедших. В 2021 году у нас было очень много выпускников, которые пришли к нам с других образовательных организаций. Ни в коем случае не хочется бросать камни и говорить, что там учат хуже. Это такой стрессовый момент, когда ребята приходят. Они видят наше помещение, они видят наше оборудование, на котором в данный момент они не работали. Возможно, данные оборудования, которые у нас находятся на процедуре аккредитации, они не знают, не знают, как на нем работать. Не все выпускники, которые не сдали с других организаций, есть, конечно, и у нас, те, которые отличились. И, конечно же, эти проценты о чем говорят? И первое – это объективность прохождения процедуры, и в то же время о подготовке, конечно же. И симуляционная медицина, то, что мы ввели этот термин, мне он безумно нравится. Я считаю, что есть практическая медицина, есть теоретическая медицина, но должна быть, в конце концов, симуляционная медицина. Потому что 10 лет мы уже говорим об этом, 10 лет мы говорим о практической подготовке, тренажеры у всех есть. И что же это за термин, который, я думаю, должен быть, имеет право быть? То есть что в этом входит? Это и подготовка к аккредитации. Это симуляционные тренинги по специальностям. Командные, некомандные, то есть возможно отработать. У нас это тренинги по акушерству гинекологии, по травматологии, ортопедии, ультразвуковая диагностика. То есть достаточно широкий список. И отработка отдельных практических навыков. Ну это если у ребят есть потребность. У нас есть также тьютеры, студенты старших курсов, которые в гугл табличке пишут нам потребность. И мы проводим для них навыки по интубации трахеи, по коникотомии, внутривенной инъекции, внутримышечной инъекции. То есть достаточно широкий спектр практической части. И опять же, тренажеры есть, и я считаю, что они не должны использоваться только на процедуре аккредитации. Они должны работать постоянно, постоянно быть в ходу. Вот такой вот небольшой слайд с фотографиями. Это прям живые фотографии, которые перед отъездом я сделала. Занимаются у нас ребят в центре. Соответственно, вы видите, отработка и сердечно-легочная реанимация, и внутривенной инъекции. То, что было у нас практически перед моим отъездом. Какие же выводы хочется сделать? Что эта дисциплина, симуляционная медицина, она доказала свою и востребованность, и актуальность среди обучающихся. Что ребятам безумно нравится данная дисциплина, на которую они переходят с большим удовольствием. Что она помогает подытожить все знания, все навыки, которые они приобретали на протяжении 5-6 лет обучения на клинических кафедрах. То есть, конечно, никто их не забирал с дисциплин. Также они ходили в доковидные времена и к пациентам, и слушали их, и общались с пациентами. И, соответственно, проводили аскультацию, перкуссию. А здесь мы так суммируемся, подытоживаем, и, соответственно, получаем на выходе хорошую подготовку к процедуре аккредитации. И, конечно же, следующий слайд. Я надеюсь, он приведет к такой хорошей дискуссии чуть позже. Многие скажут, натаскиваем или нет. Вопрос такой хороший. Я скажу, что, да, возможно, это можно интерпретировать так, что мы натаскиваем на данную процедуру. Но это термин, я все-таки склоняюсь к тому, что мы обучаем конкретно по чек-листам. Если у нас есть чек-лист, который ребята должны сдать, ну почему бы нам им в этом не помочь? То есть они могут тренировать тесты, они могут тренировать задачи. Так почему же им не дать возможность тренировать навыки? Тем более под контролем, достаточно как бы в хорошей обстановке. И в дальнейшем у них такая генеральная репетиция перед тем самым экзаменом процедуры аккредитации. Ну и хотелось бы закончить словами Михаила Альбертовича Мурашко, что будем продолжать работу в направлении подготовки универсальных специалистов, ориентированных на качественную работу в цифровой среде. У меня все. Спасибо. Спасибо. Ну вообще, наверное, если медицина станет симуляционной, это будет катастрофа для нас. Уж пусть мы будем использовать симуляционные методики в медицине, в обучении. Ладно? Спасибо. Ну что ж, друзья. Мы завершили с вами нашу секцию. Мы уложились по регламенту. Доклады были интересные. Нет, у меня все. Все мы. Любовь Борисовна, она в нее отдельная. Она самостийная. И все. Но я с удовольствием, поскольку одна и та же аудитория, передаю вам слово. Свою часть мы как бы с вами отработали. Доклады были разные, интересные, проблемные. И думаю, что каждый отсюда унесет то, что он хотел бы и унести, и увидеть. Всем большое спасибо. А мы продолжаем. И я передаю слово Любови Борисовне. Спасибо большое. Напоминаю, меня зовут Шубина Любовь Борисовна. И в рамках вот этой секции «Симуляционные методики» нам организаторы разрешили осветить то, как мы задумали конкурс «Лаборатория симуляции». И я бы хотела представить вашему вниманию два доклада в рамках этого конкурса. И приглашаю сюда Чечик Наталью Михайловну из Республиканского центра медицинских технологий. Она представит свой кейс для симуляционного обучения. Вторая презентация там, которая... Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить организаторов данной прекрасной конференции за возможность выступить на этой конференции и представить нашу лабораторию, представить наш кейс и рассказать о наших возможностях в симуляционном обучении. Наш центр был создан более пяти лет назад. И учитывая актуальность дыхательных нарушений, особенно дыхательных нарушений у пациентов во сне, у нас существует лаборатория сна, где изучаются все нарушения сна и такие грозные осложнения, как обструктивное апноэ сна. Поэтому актуальность вот этой проблемы вызвала необходимость создания такого сценария, как восстановление дыхания во сне у пациентов с обструктивным апноэ, а также отработка всевозможных навыков, потому что это достаточно сложная методика. Наша работа была организована на роботе-симуляторе HAL S3102. Этот робот оснащен всевозможными дыхательными функциями, то есть можно было настраивать функции различных нарушений дыхания, таких как апноэ, таких как гиповентиляция и многое-многое другое. Поэтому задачами этого нашего кейса являлось обучение всем навыкам подбора правильных режимов дыхательных параметров неинвазивной респираторной поддержки для лечения различных нарушений дыхания. А теперь вашему вниманию я хочу предоставить видео данного кейса. Я хочу сказать, что наша работа строится не только на отработке навыков, вот как мы здесь видим, навыков подбора режимов, но и далее мы работаем с живыми пациентами. То есть наши курсанты, наши студенты, получившие знания о нарушениях сна, обопноэ сна. Здесь вот вы видите, проводится постановка сценария с различным нарушением дыхания. И далее наши доктора переходят уже к обследованию пациента, реального пациента, который поступает для лечения в наш центр. В нашем центре имеются большие возможности тщательного его обследования, выяснение различных нарушений у этого пациента и проведение подборов режимов и дальнейшего лечения этого пациента. Вот вы видите нашего робота, на которого наложена уже маска СИПАП аппарата. И выстроена, вот здесь показана схема того, как выстраивается ликвидация обструкции и восстановление вентиляции лёгких. Ростом фактора риска нарушения дна, нарушения питания во сне, это урбанизация, такие как ожирение, курение, изменение условий внешней следы. И количество пациентов, страдающих обструктивным окно и страдающих бессонницей с возрастом усугубляется и количество таких пациентов увеличивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Программа обучения охватывает 40 учебных часов, профильный раздел 38 часов, из них 18 часов лекционный материал, широко охватывающий проблемы бессонницы, проблемы коморбитных состояний с нарушением сна и проблемы апноэ. И практически раздел охватывает 20 часов, здесь отрабатываются навыки диагностики, лечения, подбора режимов неинвазивной вентиляционной поддержки. Занятия проходят в симуляционном классе, проходят они очень познавательно, креативно, отрабатываются самые необходимые надувные работы. Все приходите на наш цикл обучения. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я хочу только еще сказать, что мы работаем в духе времени с вами вместе, и следуя поручениям глубоко уважаемой Татьяны Владимировны о том, что врач не должен только работать с симуляторами, а должен работать с пациентами. Поэтому вы видите, что в нашей лаборатории уделяется время и для той, и для другой работы. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Большое. И я хочу пригласить сразу еще второго докладчика со своим тоже кейсом. При этом это будет докладывать Ирина Ивановна Долгина, всем нам известная. И она будет докладывать сценарий своего ученика. Как я понимаю, он не смог приехать. И вот Ирина Ивановна не приходится отдуваться, пока с ним работала по сценарию, еще и доложить этот сценарий. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу представить вам, по сути дела, классический сценарий проведения тренинга. Это тренинг реперфузионной нарушения ритма сердечной деятельности при проведении тромбоэлитической терапии у пациентов острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ. Но актуальность самой вот этой проблемы, она связана с тем, что все равно у нас достаточно часто проводится тромбоэлитическая терапия в связи с неполным обеспечением возможности проводить реперфузионную терапию с помощью хирургических методов вмешательства. У нас не обеспечена круглосуточная работа рентген-эндоваскулярных хирургов. У нас существуют пациенты выходного дня, и поэтому, как бы там ни было, эффективно и качественно проводить тромбоэлитическую терапию зачастую приходится. И еще один такой момент, наверное, важный. У нас, как правило, работает одна бригада. Если она занята с одним пациентом, то временной промежуток ускользает. Соответственно, у нас возникает такая потребность в проведении тромбоэлитической терапии. И вот анализ работы и анализ проведения обучения именно вопросом тромбоэлитической терапии показал, что требуется и чего, прежде всего, боятся наши обучающиеся, это развитие реперфузии. И реперфузионные нарушения ритма сердечной деятельности это тот краеугольный камень, который может повлиять и на качество жизни пациента в будущем, и на степень неврологического дефицита в случае витальных нарушений ритма сердечной деятельности и вообще на сохранность жизни пациента в целом. Ну и, собственно говоря... Не хочет? Нет пока. Как форму оказания медицинской помощи мы рассматривали оказание помощи в условиях лечебного учреждения, в условиях непосредственно бригад интенсивной терапии скорой медицинской помощи, но это, естественно, две различные группы обучающихся. Целью проведения нашего сценария является совершенствовать профессиональные компетенции оказания медицинской помощи при развитии нарушений ритма. На задачи мы ставили три технических задачи в плане диагностики состояния пациента при развитии реперфузионных нарушений ритма, определение тактики ведения пациента с различными нарушениями ритма сердечной деятельности, ну и формирование, конечно, алгоритма оказания медицинской помощи в зависимости от состояния пациента. Нетехнические навыки мы закладывали в задачи. Это лидерство и взаимодействие в команде. Контингент обучающихся. Это были ординаторы по трем специальностям. Кардиология, анестезиология, ренематология, скорая медицинская помощь и обучающиеся по программам дополнительным профессиональным повышения квалификации тромбоэлитической терапии. В зависимости от контингента, который у нас присутствовал непосредственно в процессе обучения, у нас был либо один, либо два конфедерата. То есть, если у нас была команда из анестезиологов, ренематологов и кардиологов, то в качестве конфедерата была одна медсестра. Если у нас была команда чисто кардиологов или чисто специалистов по скорой помощи, то было два конфедерата. Это был анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра. В качестве брифинга ситуация, что пациент у нас с диагностированным острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ИСТ, у него достаточно стабильное состояние, проводится тромбоэлитическая терапия в течение 15 минут, введен болезнь и дальше расчетная доза идет тромбоэлитической терапии. И в зависимости от выбранного сценария мы рассматриваем основные четыре ситуации. То есть, грубо говоря, нарушения ритма могут быть разные, но сценически, по сути дела, идут четыре ситуации. Это либо развивается тахиаритмия с развитием ритмического шока, либо тахиаритмия с остановкой кровообращения, либо брадиаритмия с развитием ритмического шока, либо брадиаритмия с развитием Месс-синдрома. Но и в зависимости от этого, конечно, разработаны и оценочные листы. Долго думали, как нам непосредственно с робота эти сценарии скачать, попытки сфотографировать не очень красиво, не получается и так далее. То есть, мы решили представить это в виде вот таких вот таблиц, что есть исходное состояние, развивается непосредственно через три минуты от начала тренинга, развиваются реперфузионные нарушения ритма, и в зависимости от того, какие это нарушения ритма, определяется тактика, выбирается правильное воздействие, то есть синхронизированная, несинхронизированная электроимпульсная терапия, медикаментозная терапия, и дальше в зависимости от этого развивается новое состояние той или иной зависимости от правильности действий. Ну и, собственно говоря, оценочные листы, которые у нас не бинарные, у нас идут основными критериями, выполнены правильно, выполнены с некритическими несоответствиями, выполнены с критическими несоответствиями и не выполнены. Есть раздел такое примечание, для нас это удобно в работе, потому что мы туда делаем заметки, что конкретно не выполнено и на чем в дальнейшем сделать акцент. То есть вот такого вот формата оценочные листы, с которыми мы работаем. Ну и хотелось бы отметить, что все это, естественно, сценарий разработан в соответствии с клиническими рекомендациями, тактика лечения, тактика ведения больных в соответствии с клиническими рекомендациями. Они у нас новые, актуализированы в 2022 году, в 2020 году. И, соответственно, это достаточно такой вот востребованный сценарий на настоящий момент времени. Спасибо за внимание. Спасибо большое, коллеги. Я приношу извинения, что в конце вот таких мощных трех рабочих дней так мы серьезно погрузились в такие серьезные задачи, клинические случаи. И надеюсь, что мозг у вас не закипел от такой информации. Я анонсирую, что на следующем пленарном заседании, которое сейчас состоится после перерыва, мы подведем итоги этого конкурса. Моя задача была сейчас, чтобы вы ознакомились и увидели, какие сценарии были присланы, в каком формате, какие они были разные. И уже поподробнее о том, что дальше нас ждет и ждет конкурсантов, мы уже на пленарном заседании обсудим. Есть ли какие-то вопросы сейчас на данный момент? От себя хочу добавить, что мы создали этот конкурс специально, чтобы симуляционные центры не забывали, что помимо аккредитации и аккредитационных сценарий есть еще жизнь другая. И другие пациенты, и другие востребованные сценарии. Вот задача основная была этого конкурса. Тогда всем спасибо за работу и ждем всех на пленарном заседании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...